Слава богу, собрались все вместе в этот час на телерадиоканале Страна ФМ. Здесь Влад Кутузов, Валерия Майюрова. Всем доброго дня, телерадиоканал Страна ФМ. И с вами предпраздничный у всех настроений, потому что Новый год это во-первых... Нет, пусть будет во-вторых. Во-первых, во-первых, другой повод совершенно. Итак, помните, мы вчера об этом говорили, что со всех городов Российской Федерации нам прислали огромное количество фотографий, видеороликов, рассказывал о том, какую пользу вы приносите стране. Все у меня запуталось, потому что я очень сильно волнуюсь, потому что напротив меня сидит уже победитель, человек, за которого проголосовало максимальное количество слушателей и зрителей, который победителем стал в нашей акции Герой Труда. Здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас скажем, кто это. Потому что, друзья, мы вчера вам обещали, буквально после обеда, и вечером тоже, что сегодня в 15.00, вот именно в это время, которое сейчас у нас есть, у нас в гостях будет победитель нашего конкурса Герой Труда. Повторяю, ну на всякий случай. Итак, Сергей Анатольевич Кулешов у нас в гостях. Сегодня просим любить и жаловать. Здрасте еще раз, Сергей, добрый день. Спасибо, что пришли. Мы вас ждали. Так, вы знаете, мы айфончик уже здесь приготовили. Ваш подарок, мы вам его обязательно отдадим. Но сначала, так сказать, мягко, нежно будем пытать вас интересными вопросами по поводу вашей трудовой деятельности. Начнем давайте с конкурса. Как все-таки и кому пришла идея, что вы должны принять участие в этом конкурсе? И каковы были, так сказать, вот какая, сколько процентов веры было в то, что именно вы станете победителем? Ну, это, конечно, интересный случай получился. И после дежурства ехал домой, в машине попал в пробку. Ну, стою в пробке, включена была радиостанция «Страна Ифа». Вот. И там как раз объявили о конкурсе. Можете участвовать, присылайте фото-видео свои. Стою в пробке, скучно делать нечего. И бегущей строкой ваш сайт идет. Думаю, почему бы не рискануть? Все-таки есть польза от пробок-то, да? Ну, вроде как да, с одной стороны. Так, и фото-видео, как вот это все? Было уже в телефоне или вы потом сняли специально? Нет, ничего специально не снимал. У меня в телефоне была фотография. Я пользовался всякими эффектами, пробовал. И как раз вот была фотография, сделанная на рабочем месте, на фоне автомобилей в гараже. Думаю, ну, дай-ка я отправлю. Так, я правильно поняла, что сейчас на экранах наших зрителей, потому что мы не только радио, мы телерадиоканал «Страна Ифа». Видна та самая фотография, с которой Сергей выступил в конкурсе «Героя труда». Да, абсолютно. Вот это вот та самая фотография победителя теперь уже, конечно же. Можете посмотреть. Так, а на фоне какой машины? То есть это, получается, у вас пожарный автомобиль? Да, там у нас в гараже четыре хода, но это на фоне спасает. Автомобиль спасения и оказания помощи пострадавшим. А сколько вы работаете уже на этой должности? На этой должности, ну, в разных организациях, но именно в спасении уже около лет 17-18. Ну, то есть Сергей человек более чем опытный. Валерий, давай все-таки вернемся к тому моменту, когда все это началось с конкурса. Ну, так вы отослали материалы, и потом вот, то есть у вас была мысль, что я точно победитель. То есть вот сто процентов я буду победителем. Или отослали и забыли вообще. Ну, как получится. Или еще кто-нибудь над вами смеялся и говорил, да что ты, вот все равно не выиграешь. Нет, я никому не говорил, что я послал на конкурс свою фотографию. Вот сколько до этого по жизни я не пытался где-то участвовать в каких-то конкурсах, розыгрышах, нигде не получалось выигрывать. И как бы вера угасла в это, шансов, думаю, нулевых. Поэтому я как бы немного и забыл даже про это. Ну, значит, не до конца угасла верта, раз все-таки попробовали. Смотрите, раз, настало ваше время. Да, но когда мне позвонили с радиостанции и сказали, что я выхожу в лидеры, есть шанс выиграть, я был очень удивлен. Да, даже растерялся. Не было такой мысли сейчас же, ну, время-то сложное, что-то прикатать, много разных мошенников и так далее, мало ли кто может позвонить. Ну да, да, потому что и телефон обрывают со всякими предложениями. Сразу мысль такая закрала, совершенно верно. Слушайте, он, да. Я уточнил, переспросил, вот. На что меня уверили, нет, это не мошенники, хотя все так говорят. Ладно, я выслушал, я положил трубку, закончил разговор. Вот. И через какое-то время опять звонок. Вот. Я, приехав домой, открыл сайт, зашел, «Страна-ФМ», посмотрю фотографии участников, нашел свою фотографию, действительно увидел число голосов и так далее. Меня это поразило, я был удивлен. И то, Сергей понял, что это абсолютная правда. Ну и, кстати, друзья, хочу напомнить, что победа-то у нас состоялась вчера, это было, и вчера был День МЧС, ведь был большой праздник. Да, День спасателей Российской Федерации. Это первый символ и первое совпадение, и второе совпадение есть. Телефон мобильный у Сергея заканчивается на 911. И мы тоже вчера об этом узнали. Слушайте, а расскажите, как вы вчера отмечали праздник? Как вас поздравляли? Как? Наверное, как и всех остальных сотрудников. Ну что, вы знаете, вот мы своим сотрудникам обычно, если мы им что-то дарим, ну, блокнотики дарим, там, носки не дарим, а вас как поздравлять? Может быть, вам дарят какие-то профессиональные подарки, вот эти многофункциональные швейцарские ножи, да, или хотя зачем они? Нет, у нас в организации, ну, денежная премия к празднику, а все друзья, знакомые и коллеги закидали просто телефон всякими фотографиями и открытками праздничными с Днем спасателей. То есть такие вот вроде, казалось бы, суровые, серьезные мужчины, а ничто такое нежное и человеческое мне чего-то закидывает друг другу открытками. Слушайте, а интересно, вот еще, когда вот произошла эта победа, когда все узнали, родные, ну, друзья, кто об этом узнал, вы же наверняка кому-то рассказывали об этом. Они-то как отреагировали? Ну, в семье, ну, никто, все были ошарашены, да, все были удивлены, и говорят, да ладно, не может быть такого. Они, может, до сих пор не верят? Ну, да, я говорю, вот будет эфир, меня пригласили в студию, вот, смотрите, слушайте. Ну, вот вроде как кто-то успел настроиться. Они пишут сейчас смс-сообщение, что-то, что видим, понимаем, ура, ну, неужели так? Нет, не проверяли? Нет, я еще пока не проверял. Ну, и правильно, сейчас мы проверим, пока будет. Ну, Валерий, я думаю, что сейчас, если родные, наверняка, кто-то смотрит, да, и коллеги смотрят, и они понимают, что, ну, вот да, вот да. Не пошутили люди-то. Да, и кто-то даже позавидовал, думал, ну, надо же, надо было тоже участвовать, можно же было тоже выиграть. Ну что, давайте прервемся на весе. Давайте прервемся ненадолго, у нас в гостях Сергей Анатольевич Кулешов. Сегодня победитель нашего замечательного конкурса под названием «Герой труда», и совсем скоро мы вручим ему замечательный приз. Все это будет позже, друзья, будьте здесь, с телерадиоканалом «Страна АФМ». А приз-то какой у нас? Айфон 8! Доброго дня, будьте здесь, скоро вернемся и продолжим наш замечательный разговор. Продолжаем разговаривать с победителем нашей акции «Герой труда». В гостях у нас Сергей Кулешов, еще раз здравствуйте. И мы вот уже вне эфира подошли к такому интересному моменту. Профессиональное становление. С чего начиналось, как вы вообще выбрали для себя профессию спасателя? Ну, это был сложный путь, так как я изначально был военным, служил в спецподразделениях внутренних войск, ездили по горячим точкам. Вот. Я понял, что это не мое. Ну, конечно, это очень тяжело. Очень тяжело и опасно, хотя нынешняя профессия не менее опасна. Вот я только об этом хотел сказать, да. Вот. Я уволился в запас, и в Москве как раз организовалась Московская служба спасения, аналог 911, американский. Вот. Я пришел работать как раз в эту службу. Водителем, водителем оперативной машины, ГОР назывался группа оперативного реагирования. И где-то основную часть как раз работы в организации как раз-таки посвятил себя этой работе и понял, что в последующем я не могу работать на каких-то других работах, так как меня, не знаю, душа... Призвание. Призвание, да, сердце, вот, все зовет только вот именно к помощи, к спасению. Слушайте, а вот машина же, она же огромная. Это же не просто какая-то легковая машина, это же там целый космический корабль. Вот вы впервые сели за нее, и как? Был такой момент, что прям вообще не знали, с чего начать? Ну да, техника очень сложная, много на прибродной доске кнопок, манипуляций, конечно. Но просто так не посадят человека за руль и скажут все, вперед. Нет. Существуют курсы, специально обучают, показывают, что, к чему, зачем. Прежде чем, как говорится, в бой ринуться, ты должен изучить технику, понять, как она работает, как она правильно работает, должен уметь работать на этой технике. Ну а вот сейчас вот стажеры, допустим, приходят какие-то молодые к вам. У вас есть своя авторская методика? Как вот так вот преподать, чтобы сразу все было понятно, все эти огромное количество кнопок? Ну, естественно. Ну, это как везде называется стажировка, да. Вот дают человека стажироваться. Стажироваться. К тебе прикрепленный, он постоянно с тобой ездит, и ты смотрит, наблюдает и объясняешь ему, где, что, зачем, почему, почему так, а не почему по-другому, вот, и для чего нужно. Поэтому любой опыт приходится со временем. Но я ведь правильно, ну, скажу, что... Мне интересно стало, слушайте, по поводу, ну, назовем так, регламента вашей работы. Вот у вас какие-то смены есть постоянно? Или, в принципе, у вас в любой момент, ночью, утром, днем, вечером, когда угодно, могут выйти из дома, что произошло, не дай бог, и все, поехали. Естественно, есть смены, дежурная смена определенного количества человек, которые работают там, допустим, четыре хода, два пожарные цистерна, автомобиль спасения, лестница, если на высоты дома. Вот, и если вдруг случается ЧП, очень большое, серьезное, когда не хватает людей, мало, конечно, могут дернуть и из дома. Так же, как и случилось, да, допустим, в 2004 году, когда зимой было обрушение крыши в Трансвальпарке, я находился дома. А вы там были потом как раз, да? Да, позвонили домой, сказали, экстренно вызываем на работу, как раз я тогда в Московской службе спасения работал. Я подумал сначала, что это шутка какая-то или розыгрыш, нет, срочно явиться. Все, мы все встаем, сидя на машину и быстро на работу приезжаем. Снаряжают дополнительные машины, садимся все в машины и на помощь пострадавшим вот туда и поехали. Но там ведь вы не только за рулем машины сидели, там ведь получилось, что вы и в поле, так сказать, вышли. Да, совершенно верно. Хотя водитель должен, пристегнутый к автомобилю должен быть, если вдруг подать определенное оборудование, снаряжение, какую-нибудь амуницию. Но если несколько машин стоит, можно оставить одного водителя смотрящим, если нужны рабочие руки дополнительно, то все остальные тоже идут также помогать, оказывать помощь. Сергей, скажите, вы два раза уже упомянули вот такое выражение, как четыре хода. Мне кажется, не всем понятно. Вот нам не понятно. Это что значит, четыре хода? Это как, объясните? Ну, это один автомобиль, это один ход. А, четыре автомобиля, говоря, проще. Четыре автомобиля. А смена сколько длится? Сутки. Ой-ой-ой, а там спать-то хоть можно, когда не вызывают? Только в ночное время. Не спать, а отдыхать. Отдыхать. И время отдыха. У Валерии чисто девчачий вопрос был счастлив. Не, ну подождите, ну правда, человек сутки на работе, если его не вызывает, почему бы ему не отдохнуть совсем? Вот именно, Валерий, не спать, а отдыхать, понимаешь? Вот так звучит все правильно и грамотно. Да, ну кто будет проверять? Ну что, друзья, еще раз напомним, в гостях у нас сегодня человек, которого мы ждали. Мы вообще ждали его практически месяц, этого победителя. Потом он появился. И со вчерашнего дня мы ждали Сергея Кулешова. У нас сегодня в гостях продолжим наш разговор совсем скоро. Ну и совсем скоро, уже официально, торжественно, вручим ему приз. А это... Айфон 8! Будьте со стороны ПМ. Ох, у нас тут тоже просто цунами, ураган всяческих страстей и эмоций. Сергей Кулешов у нас в гостях победитель нашей акции «Герой труда», о которой мы по итогам этого эфира в конце часа торжественно вручим. Айфон 8! Лера, я тебе хотел... Мы обещали историю сказать, да, Сергей? Да, да. Я хотел немножечко рассказать о том, что происходит вне эфира, потому что интересные дела происходят. У Сергея разрывается телефон, друзья скриншотят, значит, видеоизображение и присылают ему в личку. Да, даже в чате рабочем, да, вот пожарные смены. Да, смены. Теперь все точно в курсе. И все верят абсолютно. Да, они уже верят. Продолжают, да, сами слышите, сами видите, что продолжают приходить сообщения. Так вернемся к этой истории, когда, помните, вы поехали, и нужно было не просто возле автомобиля быть, но нужно было выйти в поле и работать в связке, потому что, я понимаю, там были какие-то очень сложные условия. Кстати, Сергей, мне кажется, Валерий говорит, что выйти в поле — это не совсем как-то корректно. Ну, это огромный комплекс, аквапарк. Значит так, я вам сейчас объясню. Я смотрела сериалы «Полицейские», и там вот работа вне офиса называлась «Выйти в поле», поэтому я, наоборот, думала, что я подкованная. Но нет, так нет. Окей, хорошо. Ладно, хорошо, значит, вы все-таки специальное оборудование облачились и аквапарк. Аквапарк, да, это аквапарк, бассейн, вода теплая. Это было зимой, из-за большого скопления льда на крыше, крыша не выдержала, и она рухнула. Ой-ой-ой. Вниз 28 человек погибло. Ой-ой-ой. Вот, очень много было раненых. И нужно было извлекать этих людей оттуда. Чтобы извлекать их, надо было еще и найти. И это осложнялось тем, что минусовая температура на улице, вода теплая, и идет очень большой пар. Такой плотный, что на вытянутое расстояние руки было практически не видно. Мы шли друг за другом держать за плечо впереди товарища. Первый прощупывал путь, и первый проваливается, второй проваливается человек. В воду. Да, наши спасатели. Я шел четвертым в связке, третий за ними, их успел схватить. Они провалились в воду, они в бассейн попали внутрь. Мы их оттуда извлекли, они были все мокрые. Конечно, работу они не могут продолжать в таком состоянии. Морозной. Да, мы их отправили в машину, для того, чтобы они смогли переодеться. А мы продолжили дальше потом поиски. И находили людей с разными видами степени тяжести. Конечно, зрелище это ужасное. Но там ведь не просто нужно найти, там же нужно их и извлечь, и передать сотрудникам скорой помощи. Совершенно верно. Сколько вот времени примерно вы работали на этом объекте? Сколько часов? До последнего, пока не нашли последнего пострадания. Ну, это долгая история для Влада. Там времени определенного нет. Ну, и я так понимаю, что героизм, вот так он и выглядит, героизм, как вы и ваши сотрудники проявляли себя, вот допустим, в данной конкретной ситуации. Ну, каждый отдает себя полностью работе, и, соответственно, самобезопасность тоже никто не исключал. Ну, и бывают и такие случаи. Слушайте, обычно эти слова всегда, ну, как бы в финале разговора, но хочется прямо сейчас сказать, Сергей, вам лично и всем, кто с вами, большое спасибо за то, что вы делаете. Вашим коллегам у нас, спасибо большое. Всегда пожалуйста. Правда. Слушайте, у нас есть некоторое количество фотографий, которые Сергей прямо сейчас может прокомментировать, да? Это вот то, что касается непосредственно его работы. Мы можем сейчас их посмотреть. Кто нас слушает, друзья, страну FM, кто не слушает, срочно включайте свои экраны. 742-я кнопка, Триколор ТВ, а также в приложениях. На любых гаджетах, пожалуйста, в приложении можете смотреть нас, и фото мы прямо сейчас должны увидеть, обязательно Сергей о них расскажет, как это было. Сергей, в двух словах буквально, вот что мы видим. Где это было, если вы помните? Значит, на этом снимке работа была на складах. У нас горят склады, как правило, пренебрегают техникой безопасности, поэтому случаются и пожары везде. Также часто горят частный сектор, частные дома. Особенно в зимний период, отопление, печки перегревают, тоже все загорается, бани. Вот это вот такие элементы, которыми народ пренебрегает. А вот машины сейчас показывали, это та машина, на которой вы ездите? И на этой езжу, я практически на всех автомобилях. У тебя очень сложный агрегат. В данном случае, да, сложный агрегат, цистерна, она возит и воду, и насос, который подает воду. А я сейчас, в данный момент, вожу лестницу, автолестницу. Так, а ее как-то там же нужно, когда приезжаешь, расчехлить. Разложить, да, вот там как раз есть работа, фотография одна из последних, где тушили кровлю одного из частных домов. Как раз она загорелась таки от печки. И чтобы личному составу забраться на крышу, а также подать оборудование, мы использовали лестницу. Это очень помогает и облегчает работу сотрудников. Сергей, а скажите, пожалуйста, без каких качеств невозможно пойти работать пожарным? Ну, понятно, смелость, самоотверженность, а еще что? Трассоустойчивость, потому что Сергей пришел, он сказал, я волнуюсь, а ни один мускул на лице не дрогнул. Вот, Леша, ты правильно сказал. Кстати, вот волнение присутствует в вашей работе? Или уже настолько все это профессионально, настолько уже человек кремень, что он относится к этому, ну, вот как к делу, которое он должен делать, и, что называется, ни один мускул на лице не дрогнул? Ну, естественно. Дело в том, что мы не просто так сидим на базе, и вдруг поступил вызов, мы поехали работать. Чтобы работать, надо уметь пользоваться и уметь работать так, как нужно работать. Есть определенный алгоритм действий при том или ином случае использования того или иного оборудования. Поэтому каждую смену идут наработки, идут тренировки, как в аппаратах, без аппаратов, с оборудованием. Все это идет по накатанной. И дальше уже просто мы применяем это все на деле. То есть это не был героизм, это четкая наука. Если ты все будешь делать по науке, то таким образом ты заботишься о своей жизни, о жизни тех людей, которые от тебя зависят. Да, можно и так сказать. Сергей, а вы сами по себе на 100% бесстрашный человек? Или все-таки бывают моменты, вот рабочие, когда ты сидишь и думаешь... Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой, ой, что-то такое. Хороший вопрос. Вот как раз-таки быть бесстрашным, это плохо. Почему? Так как ты не отдаешь себе отчет, что может случиться. И, как правило, это случается. Наоборот, надо бояться, поэтому мозг получает адреналин, и ты начинаешь думать, как поступить, как решить в определенной ситуации, чтобы самому не пострадать и выполнить свою задачу. То есть, если ты не переживаешь по этому поводу, то у тебя может нарисоваться идеальная картинка, которая таковой не является на самом деле, да, и ты можешь делать что-то не только. Идеально ничего не бывает. Это очень сложно. Поэтому и ситуации все разные. И много неожиданностей, в том числе и не очень приятных. Совершенно верно. Которые ты заранее как-то все равно должен просчитать, да, на несколько шагов вперед и понимать. Ну, это все делается, ну, заранее. Заранее это тоже, как бы, относительно. Просто при поступлении вызова говорят одно. Там, допустим, ситуация такая, приезжаешь на место, а там совершенно другая ситуация. Стифика должна быть гибкая, чтобы раз-раз-раз. Да, то есть уже принимаешь решение на месте. Как поступать, как действовать, в каком ключе, в каком направлении, и вообще, что нужно делать. Друзья, вот с большой буквы У удивительный человек у нас сегодня в студии. Сергей Кулешов, победитель нашего конкурса «Герои труда». И совсем скоро мы ему подарим iPhone 8. Телерадио канал. Один на всю страну. С наступающим Новым годом. Ну и, пожалуй, мы присоедимся. А чего же осталось? Три дня каких-то. Друзья, у нас сегодня в гостях на телерадио канале «Страна-ФМ» победитель нашего конкурса «Герой труда». Он является, кстати, самым настоящим героем, самым настоящего труда Сергей Кулешов. Сергей, еще раз здрасте. Большое спасибо. Еще раз здрасте. Слушайте, ну и в эфире, и вне эфира мы говорим о вашей профессии. Профессия потрясающая, профессия сложная, профессия очень важная. Можно ли сказать, что она именно мужская или женщина у вас тоже присутствует там на предприятии? Конечно, присутствует. Куда же без них-то? Ну, подожди. В жизни вообще никак, но вот именно вот в той профессии, которая у вас. Мне кажется, действительно нужна какая-то такая выдержка, нечеловеческая. Ну, почему? Ведь спасать людей – это не только человек, который идет, приходит, что-то делает, допустим, спасает и вытаскивает. Но и обслуживание – это тоже люди. И техника, и связь, и так далее. То есть на пунктах связи, в обеспечении девчонки работают. Телефоны и звонки, колл-центры. А что интересно, в московской службе спасения у нас как раз в экипаже работало две девчонки. Одна была медик, а другая была чисто спасателем, как и мы. Ой, какая молодец, надо же. Она также наравне с нами вместе ходила в огонь и воду и делала то же самое, что и мы. Конечно, мы ей помогали, но и она от нас не отставала. Ну, женщинам надо всегда помогать, я бы так считаю. Я просто подумала, что сейчас нас смотрит огромное количество людей, товарищи, люди, если вы еще не определились в своей профессии, может быть, вот подростки, понимаешь, может быть, кто-то в стадии переквалификации. То вот, видите, можно выбрать профессию спасателей, мужчинам и женщинам. А я хотела бы уже так медленно, но плавно подходить к тематике Нового года. Ну да, мы о нем уже начали говорить, совсем он скоро, сегодня у нас какое-то число, 28-е, ну, три дня осталось. Уже за окнами начинается вот это дышь, дышь, пиу, в общем, салюты всякие разнообразные, петарды, хлопушки, давайте-ка строгаем, так скажем, какие-нибудь слова по технике безопасности, как вот не спалить кому-нибудь балкон или автомобиль. Ну, Ильдар Сергей, говоря конкретнее, что самое опасное и чего нельзя делать вообще, да, потому что наши люди, они делают практически все на Новый год. Это, конечно, здорово, весело и очень красиво, все фейерверки, салюты, да, эмоционально это все поддерживается, но не стоит забывать и о технике безопасности, особенно пожарной. Так как это все взрывается, загорается, то иногда часто, как правило, бывает, попадают и искры на балконы, незастекленные особенно, где много там захламлены, они и вызывают, получаются возгорания, пожары, несчастные случаи, это часто бывает. То есть нужно нести какую-то ответственность и уходить хотя бы куда-то далеко от населенных пунктов? Даже при использовании любых фейерверков бенгарских огней на упаковках также написано, будьте внимательны, бдительны, не используйте вблизи там населенных пунктов, домов, там, и легко воспламеняющихся предметов и так далее. А я знаете, чего улыбаюсь? Я просто вспомнила, что до нас был в эфире Гоша Куценко, а я недавно посмотрела фильм с его участием «Страна ООС», и там вот главный герой Гоши, он делал все наоборот, он поставил себе салют практически на голову и так далее и тому подобное. Мы вот надеемся, что он нас слушает сейчас и сделал выводы. Не надо так делать никогда. Кстати, за эфир мы говорили о том, что какая-то особо такая опасная вещь – это масляные обогреватели, радиаторы, да? Масло горит же сильно очень, да, поэтому? Ну, масло горит, да, но, как правило, бытовые приборы масляные, они как раз-таки безопасны. Там не такое количество масла и не такая температура, чтобы это масло могло загореться. Дома лучше обратить внимание на гирлянды, которые вот так вот сплетены узлами. Гирлянды, да, особенно на елках, где там полно ваты и материала, которые могут загореться, короткое замыкание. То есть на ночь никогда не оставлять, тем более в детской комнате? Лучше естественно. И не оставлять вообще дома, если никого нету, чтобы оставить включенный, это очень опасно. Слушайте, а помните, мода была совершенно дурацкая, когда на елку прикреплялось какое-то специальное такое сооружение и свечки ставили? Да, и мало ставили, их поджигали еще. Да, вот это вообще было очень рискованно. Ну, так то, кто был раньше. Ну, хорошо, что хотя бы с этим загибали. Хорошо, что мы этого не застали уже практически. Так, значит, по пожарной безопасности мы прошлись. Мне кажется, Валерия, что мы подзатянули торжественный, важный и главный момент сегодняшнего эфира. Мы не подзатянули, мы просто хотели, чтобы, так сказать, страсть к предмету наросла. Итак, дорогой Сергей, огромное спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашем конкурсе «Герой труда». Спасибо вам, что вы в нас поверили, мы поверили в вас и вас поверили наши зрители и слушатели, которые за вас проголосовали. И этот подарок iPhone 8 заслуженно достается вам прямо сейчас. Вот так, из рук в руки Валерия, тебе и ты уже поздравляешь, Сергея. Сергей, спасибо вам большое. Большое спасибо, что приняли участие в нашем конкурсе и выиграли iPhone 8 ваш. Как ощущение, когда держите подарок в руках? Мне кажется, на лице все написано. Необычное ощущение. Как-то не верится, вот вроде щупаю. Нет-нет, там он. Очень большое спасибо всем тем, кто голосовал. Спасибо вообще удачи. Вселенной? Да-да-да. Слушайте, ну можно же обратиться к тем людям, которые до сих пор не верят, что нужно, можно участвовать в конкурсах на телерадиоканале «Страна и ФМ». Обязательно нужно участвовать. Это работает, действительно работает. Случай есть случай, везение, оно и есть, его не может не быть. Слушайте, ну поскольку у нас остается буквально минутка до конца эфира, Сергей, прямо сейчас можете передать «да». Но в преддверии праздника, Нового года, как говорится, и у меня есть подарок для вас. Да вы что? Я приятная неожиданность, как вдруг возникла сегодня. Вы дарите подарки, мы тоже. Подарок Новому году автомобиль. Ой, какая прелесть! Друзья, Сергей дарит нам самую настоящую пожарную машину в уменьшенном масштабе, с той самой лестницей, на которой я работаю. Это вот сейчас ваша машина? Да, это сейчас моя машина. Слушайте, какая классная машина. Мы обещаем не подраться. Я думаю, что это будет хороший символ того, что никогда ничего у нас не произойдет. Да. Связанного с этим. А играть будем с тобой по графику. Сергей, прямо сейчас у вас есть возможность передать привет, поздравить с наступающим Новым годом друзей, коллег своих, конечно же. Пожалуйста, делайте это. Да, пользуйтесь случаем, так как в эфире. Хочу всех людей поздравить с наступающим Новым годом. Своих друзей, коллег, совершенно верно. И ребят, которые со мной рука об руку работали в Московской службе спасения. Их много. Их огромное количество, конечно. Да, если кто слышит, кто слышит, передаст тем, кто не слышит. Поздравления с наступающим Новым годом. Всем удачи, крепкого здоровья. Будьте обдительны и осторожны. Не теряйте голову. И отдельный привет тем, кто Сергею прислал скриншоты и следил в сегодняшнем эфире. Пожарная часть у вас, ну прям вот так, чтобы обозначить, чтобы люди точно знали, что о, мы здесь работаем, ура. ПСО 206. Вот теперь действительно. Сергей, ну что, еще раз вас хотим поздравить с победой. Ну, также и хочу поздравить своих родных, близких, свою семью, своих родителей с наступающим Новым годом. Родителям сказать большое, огромное спасибо. Они поддерживают меня, болеют за меня, меня и мою семью, моей маме и отцу. Огромный привет. Пользуюсь случаем, так как я здесь. Пожелать им крепкого здоровья, не болеть, держаться и сказать, что мы их любим. Сергей Кулешов, победитель нашего конкурса «Герой труда». Сергей, большое спасибо. Поздравляем вас. Поздравляем вас, счастливо.